Диана Астер намекнула на расставание с Фогелем. Влад А4, Даня Милохин и Никоглай развлекают фанатов на ДРШках. Кореш проведёт совместный стрим с Дорой, Егор Шип запускает собственный бургер и когда Юля появится в звёздах в Африке. Всем привет! Это канал ОК Блогер и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали! Один из самых крепких романов медиапространства Дианы Астер и Фогеля по ходу дела треснул. Об этом намекнула тиктокиша прошлой ночью, написав «Просто один из худших дней за этот год, я переехала к подруге». Через пару часов на это заявление отреагировал и Роберт в историях. Чёт вообще не знаю, чё делать. Однозначно сказать, что они говорят про расставание нельзя, есть подозрения на небольшой хайп, который грамотно додумали сами зрители. На днях Ди говорила, что планирует переезжать и во время этого процесса мог случиться тот самый худший день, а Фогель как раз описал свои расстройства. Да и сейчас девушка активно вливается в новую компанию. И судя по её спокойному настроению, расставания или каких-то ругачек в последние дни не происходило. Настя Ивлеева, несмотря на возродившийся роман с Элджеем, продолжает съёмки нового романтического шоу «Сердце Ивлеевой». Вместе со съёмочной группой она улетела на какой-то курорт, откуда публикуют контент с одним из участников. С ней также находится Рома Кагроманов, который ведёт сейчас практически все реалити, выходящие на телеканале «Пятница». Посмотрим, конечно, какое шоу у них из этого получится, но зрители изначально будут разочарованы, понимая, что Настя просто отрабатывала в тот момент контракт. Волна болезни захлестнула Валю Карнавал и Сашу Стоуна. Пара вновь пропала из соцсетей и перестала хоть как-то выходить на связь. У зрителей даже появились подозрения, что из-за тяжёлой обстановки в России ребята, как и остальные блогеры, решили на время уехать за границу. Но, по словам Саши, они этого делать не собираются и продолжат по мере возможности работать в прежнем режиме. Не думайте, что мы куда-то там пропали, куда-то уехали, мы дома. Вот, посмотрите, прекрасно. Мы отсюда никуда не планируем уезжать, я буду здесь точно и никуда не уеду. Так что просто чуть-чуть, пожалуйста, дайте восстановиться, набраться сил. С новым сил ворвёмся, будем делать для вас контент. Аня Ищук всё-таки по работе на время оставила Димаса и Тима, одних в Египте. Ей буквально двое суток нужно провести в Москве, и завтра она вернётся обратно. А молодой отец в первый же день отсутствия жены начал чувствовать всю нагрузку, которую приходится испытывать родителям-одиночкам. Аня уехала по работе в Москву на два дня, я сейчас с Тим направляюсь кушать. Вчера был сложноватый день, сегодня уже более-менее лёгкий. Вообще расскажу, как сегодня у меня весь день проходит, не особо хочу в Инстаграм заходить, поэтому завтра с вами встретимся. На этом же они свой отпуск заканчивать не планируют. До сих пор остаётся нерешённым вопрос с Парижем, если они туда всё же решатся отправиться, то без ребёнка. У него есть загран, но вот визу сделать не получилось. Поэтому, скорее всего, они успеют слетать ещё на какой-то курорт, а уже после будут думать над возвращением в Москву. Пока благосфера вновь встала на какую-то непонятную паузу, Маруся занялась собой и своими давними мечтами. Большинство из них прикладные и творческие, а из ближайших девушка хочет начать изучать английский и научиться играть на скрипке, а также подтянуть свои танцевальные навыки. Основные же мечты Луна Ком материальные. Она призналась, что давно хочет вот такой крестик. Стоимость его больше миллиона рублей из-за вставленных в корпус нескольких бриллиантов. Её же подруга Акулич сейчас настроена на выпуск новых музыкальных композиций. В свободное время она старается работать над демками, одну из которых показал на очередном стриме. Ровно два года исполнилась казахскому тикток-дому Йолу Хаус. Пока все остальные популярные коллективы понемногу начинают разваливаться, им удается существовать в старом формате. Много участников уже ушло в сольное плавание, но появились новички, которым удается давать новое дыхание. Невозможно предсказать, сколько Йолу еще сможет существовать в таком формате, поэтому просто пожелаем им творческих успехов. На выходных в одном из залов для празднования мероприятий в Москве количество подписчиков зашкаливало. Какая-то девочка с явно состоятельными родителями праздновала день рождения, но не только в окружении друзей. На тусовку также приехали Влад А4, Даня Милохин и Никоглай. Это, как вы понимаете, не жест доброй воли им заплатили какую-то сумму, чтобы они провели время с детишками. Но именинница точно осталась довольна. Даня, например, продемонстрировал любимую сальтуху и даже в какой-то момент отдал свой телефон, а она публиковала все, что хотела в его соцсетях. Егор Шип, как и многие коллеги, готовит коллаборацию с рестораном еды. Вместе с Black Star Burger они анонсировали фирменный бокс, который выйдет под названием «Мой Краш». От всех остальных он будет отличаться цветом бургера. У девочек булка розового цвета, а для парней добавят точно такую же, но синюю. Также внутри коробки находится специальное предсказание, что твой Краш думает о тебе в данный момент. Не сможет попробовать бокс Шипа из-за диеты его тезка Крит. После сольников, где он на некоторых номерах снимал футболку, рэпер задумался привести свою физическую форму в порядок. Вчера у него прошла первая за долгое время тренировка в зале. И если Егор не забьет, внушительные результаты мы увидим уже месяца через два. Даша Каплан внесла немного ясности в свое участие в реалити-шоу «Пацанки». В самих выпусках мы ее, к сожалению, не увидим даже в качестве гостя. Когда она начала восторгаться новыми участницами, от продюсеров пришло предложение приехать к ним в гости. Даша согласилась и в перерывах на отдых успела поснимать с девочками тиктоки. Ребят, я приезжала не в серию участвовать, а просто, типа, был у девочек выходной съемок. Я к ним приехала, мы там поснимали всякие рилсы, тиктоки, потупили, повеселились. Они мне показали дом. Короче, было очень весело. На новый уровень качества контента в ближайшее время выйдет «Эксайл». Он давно вынашивал идею попробовать формат по типу смеси Мамикса и Литвина, где можно будет устраивать какие-то трэшовые челленджи с друзьями-стримерами. Для этих целей он уже арендовал большой ангар. Там на этой неделе состоятся первые съемки, и, возможно, хозяева начнут оттуда проводить совместные стримы. Интересный стрим скоро пройдет и у кореша. Вчера с Лешей неожиданно списал из Дора, с которой они раньше общались, но на более отличенные темы, в основном по музыке. В этот же раз певица сама предложила провести совместный поток, чему парень был очень рад. Дора пишет, салют. У тебя есть какие-то конкретные идеи для стрима? Вот, я сказал, что мы пообщаемся на концерте. Ладно, это фотошоп. Так я и не... В этом-то из-за... Я же и не писал про стрим, погоди. Да, я и не писал про стрим. Все, кто с нетерпением ждал появления Юли Гаврилиной в новом сезоне шоу «Звезды в Африке», радуйтесь. Похоже, что мы увидим ее в новой серии. В конце вчерашнего эпизода показали анонс, где старались убрать все моменты с новым участником. Но все же там есть вот такой общий кадр, где в команде красных рядом с Кариной Кросс сидит какая-то блондинка в красной шапке. А это прям тот образ, в котором находилась Юля в свой первый съемочный день. Наверняка у вас возник вопрос, почему же она в команде второго сезона, хотя участвовала ранее в первом? Точного ответа пока нет, мы это узнаем только после премьеры. Сегодня же нас ждет выход заключительных трех серий сериала «Классная Катя». Напомню, что и все я по традиции загружу в свой телеграм-канал. Поэтому не пропусти, ссылочку оставлю в описании и закрепленном комментарии. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok